всем большой привет и сегодня будет видео с пересадкой вот этого чуда шикарнейший гибрид шикарнейшие родители просто красивенные цветы я думаю что собственно результат их любви вот этого чуда будет не менее прекрасно так у меня вот такая куртинище просто огромная шикарная я ее уже замочила корешки мягкие корешки живые очень много и сидит она в чурбане в этом идем так легко убирается но ковырять его не хочу он весь пророс корнями поэтому буду я его сажать как есть я тут притащила очень много разных горшков вот но посажу наверное вот в этот хотя он тоже по диаметру маловат у меня есть горшок еще большего диаметра но там сами понимаете просто огроменный таз поэтому пока посажу так ничего не влазит в кадр очень большая шикарная картинка в общем будем сажать вот в этот горшочек так из материалов так как это чурбан и он видите такой влагоемкий я подумываю на дно и вообще его обложить вот такой вот прессованный у меня был блок на вону так легко ломается я хочу в общем то вот такое добавить и сейчас посмотрим по мере посадки возможно я придумаю добавить еще что-нибудь ну что ж поехали и так я не хочу чтобы она вот так глубоко села в горшок чтобы вот так бульбы закрылись потому что это будут новый рост и меня захочу его чуть-чуть приподнять так а я себе могу это позволить потому что я поливаю опрыскиванием и без проблем буду смачивать и верхние корни кто поливает вдруг замачивание да то у тех такая посадка скорее всего не сработает так уложила дно теперь вставляем вот так наверное стоит поменять ракурс камеры давайте попробуем вот так для картинки мне кажется все таки будет лучше для понимания что я делаю хотя не очень удобно но видео требует некоторых жертв так у нас получилось вот так горшочки такие мне не жалко поэтому когда вот здесь пойдут росты да где вот упирается я просто вырежу секцию и дам ему расти как есть тут у меня как всегда появилось желание взять блок и впихнуть блок ну да чтобы он по нему рос но что-то мне подсказывает да что с блоком она в это просто не войдет опять-таки я не хочу брать очень большой горшок и не хочу первое время тревожить поэтому пока я посажу так под привыкну к поливу в этом чурбане потому что чурбан оказался капец какой мягкий и влагоемкий и в дальнейшем уже опять таки как уже говорила обрежу сбоку если там полезут бульбы и планирую потерпеть и пересадить даже не в следующем году а чуть-чуть попозже чтобы лишний раз этого бедолагу не дергать не очень мне конечно нравится но я уже знаю по своему опыту что если я посажу в очень большой горшок то мне поначалу будет нравиться как растение вошло но потом когда дело дойдет до полива до просушек я буду очень разочарована скажем так поэтому 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 делаем вот так этот блок абсолютно не влагоемкий сухая штука поэтому я не буду бояться что там что-то внизу где-то застоится и так далее так а вот тут мне кажется что вот здесь будут идти новые росты с этой стороны поэтому там я хочу все-таки коры досыпать обычной там было чуть-чуть влажнее вот так мне кажется моя внутренняя орхидейная улитка подсказывает мне именно такой вариант так так пальцем туда в бачок вот здесь видите пустота образовалась меня это радует пусть она там и остается и дышат так смотрите вот здесь получается видите молодые бульбы видно то есть вот сюда идет рост сюда присыпем сейчас коры обычной и вот здесь мне не очень нравится что она наклонилась мы это как-то выровняем дело при подымем так и вот сюда у получилось приподнять сюда насыпем обычной коры такая миксовая посадка для влагоемкости так извините если в кадр лезут руки и мешают обзору но но не получается немножко по-другому посадить иначе очень крайне неудобно и вообще надо сидеть с другой стороны и не мешать кадру я опять таки знаете я рассказывала уже не раз повторюсь обязательно я не люблю сажать вот так вот подверг то есть я люблю чтобы у меня вот здесь где-то заканчивался субстрат и вот эта верхняя часть оставалась свободная по моей практике тогда не так быстро пересыхаясь субстраты тут вот образуется такая маленькая экосистема что ли в общем там воздух влажнее и субстрат так не пересыхает если вы делаете вот такую высокую посадку то субстрат будет пересыхать очень быстро ну посмотрим может быть придется добавить мха хоть я этой не люблю но люблю не люблю делаем лучше как лучше растению не скажу что я прям довольна как она села и да я бы хотела горшочек гораздо пошире но увы и ах у меня такого нету горшочка поэтому вернее у меня есть широкий но он сильно высокий там найти вот так вот дренажа надо было наложить поэтому не хочу я его брать в такой посадке точно год пробудет я надеюсь что пробудет дольше опять-таки это пластик тут не жалко я смогу как-то вырезать секции возможно я придумаю как-то что-то добавлю надеюсь что все пройдет без перевалки просто вот так вот все до новые бульбы возможно будут и вот здесь с этой стороны но буду что-то придумывать пока к сожалению лучше варианта нету в керамику я не хочу сажать у меня есть широкая керамика куда бы эта штука села и она невысокая это с широкая керамика но меня очень смущает чурбан в котором она сидит и у меня с таким чурбаном было и при всей своей любимой просушки я все равно умудрилась в этом чурбане залить поэтому я больше так рисковать не хочу я буду растить в пластике присматриваться и потом уже буду смотреть варианты так что вот такая как можно сказать экспериментальная посадка вышла в идеале конечно вода опять повторяюсь и повторяюсь но в идеале бы я бы посадила немного не так но к сожалению мы живем не в идеальном мире и у меня нету такого горшка как я себе представляю чтобы она села в идеале ну что ж будем наблюдать в общем то для меня такая посадка достаточно необычно посмотрим что из этого будет всем огромное спасибо за просмотр я исправляюсь смотрите посадка не длинное видео я говорила действительно много на этом все подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии кстати пишите как бы вы посадили чтобы вы сделали если у кого-то есть опыт вот выращивание в чурбанах с чурбанами этими да когда корни то тут с удовольствием почитаю послушаю сделаю для себя выводы может что-то придумаю с посадкой будет очень интересно также в описании там заглядывайте очень много ссылочек очень много всего всего-всего я кстати там упомяну где я купила эту красотищу огромнейшую дам ссылочку посмотрите так и еще там ссылки на мои всякие разные соцсети может вам тоже будет полезно и на этом все солнечных дней пышных цветений пока пока